19 часов 4 минуты в российской столице. Добрый вечер, господа. Это реальное время. Финам. ФМ. У микрофона Юрия Прянько. У нас сегодня будет интересная тема. Почему в России так боятся приватизации и ненавидят частную собственность? На прошлой неделе я у себя в блоге LiveJournal написал статью. Ну, кому-то она показалась очень радикальной. Может быть, так оно и есть. Абсолютно осознанно это сделал. Я считаю, что чиновников надо отодрать в буквальном смысле от любовного экстаза с бизнесом. Это вот вы сейчас слышите смех Дмитрия Потапенко. Добрый вечер. Добрый вечер. Я понимаю даже, на какое слово он отреагировал в этом плане. Да, потому что фраза «отодрать чиновников» мне очень понравилась. Да. Дальше есть продолжение. Дальше есть продолжение. От любовного экстаза с бизнесом. И здесь также у нас в гостях сегодня Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа компании ФБК. Игорь, добрый вечер. Здравствуйте. Который почему-то не смеялся. Да, да, да. Потому что осознаешь, что это совсем плохо. Значит, тут на досуге в субботу побывала в самом злачном, как мне представляется, месте Подмосковья. Это Жуковка, Барвиха и Рублевка. Ну, вот захотелось посмотреть, не столько мне, сколько второй половине, как нынче живут люди. Между заборов проехаться, что ли? Ну, практически, да. Постоять в пробке, у тебя час двадцать. И то, что я увидел... Нет, мы ехали в хорошее время, да. Зря. Я увидел и осознал, что эти ребята надолго пришли. Они пришли надолго. Навсегда это называется. И есть, в общем-то, прописанный или не писанный закон между властью и, скажем так, назначенными людьми, неважно, на государственной должности или на бизнес-должности, да. Это надолго. Они будут держаться за это, держаться очень серьезно. Поэтому, как мне представляется, да, это радикальный ход. Это масштабная приватизация. Это обнуление всех государственных активов, которые сейчас есть в управлении чиновников и передача в частную собственность. Она и так в частную собственность? Ничего такого подобного. Она все-таки в государственной собственности, да. И здесь я вспоминаю фразу Маркса о том, что государство — это частная собственность бюрократии, выведенная еще в конце девятнадцатого столетия. Дмитрий, вот на ваш взгляд, это возможно? Нет. Почему? Ну, потому что ты еда. Я еда. Поэтому, когда еда проявляет мнение... Эпатаж Потапенко пошел. Почему какой эпатаж? Нет, я объективно отношусь... Слава богу, что хоть я не еда. Ну, да мы все еда в той или иной форме, поэтому тут надо как-то так расслабиться и четко понимать свое место в разделении труда. Поэтому, когда ты, например, произносишь рили, я произношу там вот эту сакральную фразу «надо», кому надо? То есть еда хочет, чтобы, не знаю, вот та же рублевка, ну, условная рублевка, потому что на рублевке... Условная жуковка. Условная жуковка, да. То есть то, что они прихватили с точки зрения прихода к власти в качестве активов, они с какого перепугу отдадут? Кому? Если ты хочешь, чтобы они перешло в частные руки, то не вопрос. Они даже примут такой закон, скажут, вот Юра Пранько нам сказал принять такой закон. Перепишут это вместо того, что это было переписано там на некое ООО с зажигалкой на логотипе, и перепишут на конкретные фамилии, имена, отчества. И вот самое главное, я не против этого. То есть для меня принципиально важный момент. А тебе важна юридическая форма? Государство не должно быть хозяйствующим субъектом. Государство — это регулятор. То есть дальше, после вступления... Ты капризничаешь, мне кажется. Нет-нет-нет, данного решения вступают совершенно другие правила игры. Когда бизнес — это бизнес, государство — это регулирующий орган, а не хозяйствующий субъект. И кто этот собственник? Нынешние хозяева, которые назначены на этот бизнес, или это иностранные инвесторы? Будет ли это через род-шоу и публичное размещение? Или какие-то будут другие способы применения? Но принципиальное отличие в том, что это не государственное. Ты просто сведешь формулу, я тебе могу сказать, к чему это придет. То есть придет формула будет такая, что на государственных должностях, как за рубежом, будут работать бабушки на пенсии, которые, в общем, будут выполнять функции выдачи бумажек. А большая часть будет, конечно, как это сделано, например, в той же Грузии или там Эстонии, сведена в программное обеспечение. А, например, вся зажигалка будет принадлежать там конкретным физическим лицам. Ну, хорошо, не вопрос, нет. Безусловно, ты, кстати, сделаешь большой подарок нашим существующим государевым мужам, потому что им, согласись, их, в общем-то, сильно тяготит еще тебе бумажки какие-то выдавать. Так что, в общем, в принципе, наступление такого события, да, окей, оно может произойти. Другое дело, что тебе-то что с этого? Ну, будет вместо того, что зажигалка на логотипе будет принадлежать, ну, будет принадлежать конкретным персонажам. И что? Это Дмитрий Потапенко. Он меня не слышит, пока не слышит. Но я думаю, что он меня услышит. Игорь, ваше мнение, ваш взгляд? По поводу? На эту проблематику. То есть я отношусь к той категории людей, которые считают, что необходимо провести масштабную приватизацию. Покупатель мне не интересен в данной ситуации. Я считаю, проблема даже не в этом. Масштабная, немасштабная приватизация. Сейчас проблема в том, что даже тот бизнес, крупный бизнес, который формально частный, на самом деле он таковым не является. Квази-частный бизнес. И вот эта вот сценка в Пикалево, ручку верните, вот она очень показательна. Вот наш частный бизнес. Он на самом деле такой же государственный бизнес. Поэтому уж если проводить приватизацию, то держать в уме вот этот частный бизнес, он должен быть по-настоящему частный. А государство, как Юрий, вы правильно сказали, это действительно регулятор. Это тот, кто определяет правила игры. И в этом даже большая проблема на самом деле сейчас, как не представляется. Вот мой взгляд. Но для того, чтобы это произошло, что необходимо сделать? Чтобы бизнес, частный бизнес, да, стал частным бизнесом. Без вот этих ушей государственных. Чтобы государство, чиновники, не рассматривали бизнес, как дуйную корову. Вот сейчас смотрят на него, да? А что я с этого могу поиметь, что называется? Вот именно таким образом, знаете, в глазах даже читается. Где моя доля? А ведь это криминал на самом деле. Это криминал. Для меня было очень показательно. Я много лет проработал на госслужбе. Десять лет. Когда я уходил, тогда еще было в Министерство путей сообщений, которое через пару лет стало ОАО РЖД. Ну, уходил в аудиторскую компанию. Одну из самых ведущих, крупнейших. Буквально через пару-тройку дней, когда я, а я же продолжал общаться со своими коллегами. Вы знаете, разговор был, он меня поразил уже. То есть я уже был в частном бизнесе. То есть уже с меня хотели что-то получить. Если договора, то это... А где моя доля? Да, я, ну, может быть, я был таким наивным. Вот я пока работал с ним, я даже не подозревал, что так действительно проблема сильна. За все последние годы эта проблема только углубилась. Вот все эти нулевые годы, это годы, когда эта проблема врастала вглубь, расширялась. И действительно ее надо решать. Почему я предлагаю вот этот радикальный вариант? То есть, с одной стороны, Дмитрий, когда говоришь о том, что... А, какова их мотивация? Ее нет. Б, для чего это необходимо сделать? И что, собственно, получит бенефициар в лице российского народа, как это не пафосно звучит, да? Но, понимаете, вот оставлять все как есть, так тоже нельзя. Единственный вариант это передача в частные руки всех активов. Ну, Юра, еще раз говорю, почему нельзя? Крупных, мелких, все, что есть в государственном управлении. Вот подожди, вот почему нельзя? Оно вот так, оно существует не первое десятилетие. Абсолютно неэффективно, абсолютно распильный. То, о чем говорит Игорь еще из претензии, где мой куш? Подожди, вот неэффективно для кого? Вот это неправильный подход. Вот когда я общаюсь лично, вот я вижу чиновников, вот они настолько изобретательны и уникальны, что, на мой взгляд, просто им можно памятник ставить. Они умудряются, что называется, бабки делать из воздуха. Ни одному чиновнику в голову не придет, понимаешь, там, ну вот, например, менять каждый год кассовые аппараты, там вот какие-то, этой колоссальной бабки. Ни одному чиновнику не придет создавать, то есть за рубежом не придет создавать такое количество министерств, комиссий, подкомиссий, и далее везде. Наши настолько уникальны, настолько креативны. Поэтому, когда мы говорим о креативном классе, я считаю, что мы зря упускаем здесь чиновничество. Они настолько креативны, как вы, с точки зрения... В управлении. В доильном аппарате, что вот... Но это криминал. Это все криминал. Подожди, вот это никакого, Юр, никакого криминала. Они все делают по закону. Никакого криминала в их действиях никогда нет. Вот яркий пример. У меня был недавно товарищ, который сделал... У него есть производство. Он предприниматель, у него работает 250 человек, там льет пластмасса. Так по закону у него должен быть воинский стол. Я говорю, а сколько у тебя работает? Работают женщины. Говорит, но по закону у меня должен быть воинский стол. Я говорю, ну и как вы? Говорит, а у нас проверки, что называется, просто ночуют. Впрочем, как и у меня. А какого криминала? Никакого криминала. А то, что мы удорожаем всю нашу продукцию, потому что мы содержим людей, которые общаются с этими уродцами, которые называют себя проверками. А то, что мы становимся неконкурентно способны на любом рынке. Вот он яркий пример. А спроси любого нашего гражданина. Например, ты говоришь, что народ к этому стремится. Да нифига подобного он к этому не стремится. Во всех странах мира... Это правда. Меня это очень сильно беспокоит. А меня это вот не беспокоит, я это уже воспринимаю как естественность. Вот во всех там, например, та же Никночь, помянутая Грузия. Они просто взяли и убрали Роспотребнадзор и Санэпиднадзор. И вот никакого ухудшения там качества продуктов не произошло. Я тебе могу сказать. Вот запусти сейчас не на этом радио, конечно, а что называется, на уличном радио опрос народу. Что типа, а вот давайте мы уберем Роспотребнадзор и Санэпиднадзор. Я тебе уверяю. 99% проголозуют. А как же? Нас же тут же вот эти барыги-спекуляторы, рестораторы так поимеют. Я же такое тупое существо, когда купил в одном магазине тухлую курицу. Я же как дебил туда же пойду. Нет, я не перейду дорогу. Я же как олигофрен буду вот упорто туда, уперто туда ходить. Нет, защити меня какое-нибудь большое государство. Потому что я больной. Здесь Игорь Николаев и Дмитрий Потапенко. Свои мнения присылайте на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Продолжим наш разговор через минуту. 19 часов 17 минут. Здесь Игорь Николаев и Дмитрий Потапенко в реальном времени на финам.фм. Почему в России так боятся приватизации и ненавидят частную собственность? Игорь, смотрите. Интересный такой момент. Когда я написал этот пост в LiveJournal и следил за комментариями. Среди очень многие люди негативно к этому относятся. Ну, типа, Прэнку, вот как господин Потапенко предлагает легитимировать фактически ту собственность, которая есть в управлении чиновников. Но почему-то никто не замечает, что должен произойти принципиальный момент. Это изменение. То есть появляется собственник. Не госкорпорация, не госкомпания, не компания, которая аффилирована с государством очень серьезно через блок-пакеты или контрольный пакет и так далее. Мне постоянно начали говорить и писать о том, что вы забыли приватизацию по Чубайсу. Вы забыли то, вы забыли все. Вот на ваш взгляд в России действительно относятся отрицательно и к приватизации частной собственности? Да, это не только, на мой взгляд, а есть масса социологических опросов, которые подтверждают то мнение, что действительно относятся, мягко говоря, не очень хорошо, относятся отрицательно большинству. В чем причина? А причин я бы выделил две. Все, простите, то, что перебиваю, да, я опять-таки вот даже сейчас по твиттеру смотрю, те, которые уже пошли, да, вот Михаил пишет, а при приватизации не беспокоиться, многие уже пилят под шумок. То есть все осознают, все говорят, пилят, распиливают, воруют, разворовывают, да, но при этом говорят, нет, лучше слушайте, оставь в покое их, не легитимируй, да, вот как они пилили, так, у меня как-то логическая цепочка не стыковывается. Нет, они не говорят, оставь в покое, вот здесь, я думаю, трактовать надо не так. Итак, я отвечаю на вопрос, а почему такое отношение? Два момента. Первое, все-таки давайте учитывать, какая у нас наследственность, да, я имею в виду, вот период советской социалистической экономики зря не прошел. 70 лет больше вытравливали вот эту предпринимательскую жилку, вот это чувство хозяина, причем во все эти, да, чувство собственника 30-е годы. Коллективизация. Мне бабушка рассказывала, она с Вологодской области, вот как в 30-х годах их раскулачивали. Они были не кулаки, тогда просто крепкие крестьяне, трудовики там на Вологодчине назывались, отбирали все. И я вот так вот, она мне подробно рассказывала, представляю, и столько лет, да, вот вытравливали это чувство собственника. Поэтому с наследственностью у нас действительно проблема, она здесь плохая. Но, а может быть, главная причина, это все-таки то, как прошла у нас приватизация в 90-х. Она была грязная и несправедливая. И понятно почему, потому что ребята тогда решили, что главное, чтобы быстро передать в собственность. Вот быстро передать, чтобы появились собственники. Ну да, быстро передали, эту задачу решили. Но не учли, что если оценка большинства народа будет такая, что это грязная и несправедливая приватизация, то мы порождаем огромнейшую фундаментальную проблему на десятилетия вперед. И сейчас мы чувствуем, потому что при таком отношении к частной собственности, вы представляете, какое отношение к предпринимательству вообще. Да они, по мнению многих, воры и жулики, эти самые предприниматели. А это уровень доверия в обществе. А это фундаментальная экономическая категория. А потом мы задумываемся, да что, действительно, столько лет прошло, уже больше 20 лет рыночную экономику строим, а что-то все мы недоразвитая, действительно, институционально недоразвитая страна. Потому что, в том числе, потому что вот провели приватизацию именно так, игнорируя то, что если вы проведете ее так, что люди будут оценивать ее как грязную и несправедливую, это огромная проблема на годы вперед. Поэтому, к большому сожалению, Юр, вот вы говорите, все отдать частную собственность. Я тоже, на самом деле, сторонник частной собственности, безусловно. Но с таким отношением, когда люди по-прежнему так считают, да, решим ли мы проблему, вот задаешься. То есть вы считаете это принципиальный момент, да? Я считаю, это принципиальнейший момент и очень серьезнейшая проблема. Я, ну, сейчас я отвечал на один вопрос, но, в принципе, конечно, логично поговорить о том, а почему, да, вот так вот получилось, но это уже, если вы сочтете... Что мы, какими способами и что необходимо сделать, чтобы изменить ситуацию? Вот что? Вот дальше так продолжаться не может. Может. Нет, не может, Юра, может. Еще раз говорю, вот давай все-таки будем объективно. Дмитрий Потапенко. Да. Я буду пояснять просто. Да, это я могу даже сам пояснять, если что. Вот, Юр, значит, давай раздельно все-таки, несмотря на наши близко свободные взгляды, я не буду называть это слово либеральным, потому что оно сейчас уже измазано в говне, точно так же, как перепачка в свое время слова демократия. Вот, на наши достаточно свободные взгляды надо уважать своего противника. В данном случае это вот та чиновничьи братья, которая есть на месте, и она назначена. Хотя я там стебался чуть раньше, что они креативны, они реально креативны. Да, они тупые, но они креативны с точки зрения своего собственного кармана, как все выкружить, там свои 50-60 копеек, с точки зрения, куда полететь. То есть они потребляют люксовые товары, то есть далеко не дураки в этой части, поэтому это надо уважать. Когда ты говоришь о том, что это не может продолжаться, а почему это не может? Может. Дело в том, что мы об этом, ты даже вот переповыстил мой один из постов, там, да, я, ты знаешь, политику вообще не воспринимаю. Оно будет замкнется только в одном моменте, когда внутри этой элиты, в той самой Рублевке-Жуковке появятся кланы, обиженные основным кланом. Это все равно произойдет, потому что, как пел товарищ Акуджава, вкусных пряников не хватает на всех. И сейчас главные папы, часть, скажем так, вот элиты, в том числе своих друзей, товарищей, знакомых, они откидывают от кормушки. И сейчас там образуется как раз вот эта революционная ситуация медленно, она не быстро разовьется, она разовьется там лет через 5-10, это не все быстро происходит. И не надо думать, что какая-то там Болотная или Сахарова будет революцию делать. Будет делать революцию реально Рублевка и Жуковка внутри себя. И вот то, что точка невозврата пройдена. Вот тогда то, что ты говоришь, невозможно так жить, они для себя примут, что минуточку нас оттащили от кормушки, нам не дают приватизировать или пилить налоговое бабло, или там, которое снимается со всех остальных, или там бабло, которое приходит от недр. И вот они сделают тогда переворот. Другое дело, что следующий дракон может оказаться хуже предыдущего. Я не хочу переворотов, я не хочу революции. Это моя принципиальная позиция. Я хочу в рамках закона провести. Мы очень это с тобой хотим. Этап отъема, вот то, что я сказал в самом начале. Кто у кого будет отодрать от бизнеса? Who is будет это делать? Who is? Государство. Государство — это и есть чиновники. Государство под давлением общественного. Да, общественности пофигу. Вот вообще, в основной массе общественности, надо быть честным, вот ты, основная масса общественности работает на недрах. Вот 60%, там 70% нашего бюджета — это недры, это бюджетники. Чего, от кого ты отбудешь? То есть нету базы? Нету базы. Значит, надо ее формировать. Вот надо формировать базу именно собственников. Я хочу зацепиться за Игоря. Вот он упоминал слово «предпринимательство». Очень правильное слово. Дело в том, что я, например, для себя четко понимаю, что я та прослойка, которая, с одной стороны, является кормом для верхнего уровня власти и полностью ненавидима основной массой народа. Скажи мне, пожалуйста, милый мой друг, вот чтобы сформировалась вот эта прослойка, вот это предпринимательство, каким образом она сформируется? Сверху ее используют как корм. Снизу мы все воры, жулики, существенно хуже, чем чиновников. Основная масса народа работает на этих чиновников, пилят те же самые недра. Регулярно чмаря, что называется, какого-то Абрамовича, являясь тем же самым Абрамовичем. Приводился пример Грузии. Юрочка, там был один человек, который, мы можем, очень, группа людей, даже группировка, скажем так, против другой группировки. Там есть несколько группировок. У нас, когда мы говорим о вертикали власти, у нас, несмотря на то, что есть группировки во власти, они достаточно монолитны. И пока что их главные папы пока держат за причинные места очень крепко. Евгений Минченко, по-моему, на прошлой или на позапрошлой неделе опубликовал вот свой доклад. Я видел. Не безинтересное. Политбюро 2.0, да? Где, в общем-то, утверждал, что как раз никакой вертикали власти не существует. Юрочка, это... Есть кланы, группировки и все остальное. Если ты внимательно рассматривал эту схему, то, грубо говоря, некое либеральное звено не имеет экономической базы. А любая политика — это всегда экономика. Поэтому вся эта бла-бла-бла... Вот пока там не будет несколько группировок по-разному пилища и бабки, которые между собой начнут сталкиваться и в какой-то момент скажут главным папам, слушайте, а не пошли бы вы все в сад? Мы тут сами с усами. Но пока что на них есть на всех компромат. Их всех держат за причинные места. Принимают законы абсолютно правильные. Эти законы правильные для себя, для этого клана. Что там верните все имущество, декларируйте это все. Это принимается не для какого народа, не для тебя, не для меня. Это принимается внутриклановые законы. Чтобы все было понятно, где у кого что лежит. И в любой момент можно было подтянуть. Чтобы из-под этой большой кремлевско-правительственной двери не вытекла ни одна капелька какашек. Игорь, кто может стать основой этого процесса? Кто может запустить механизмы в России на действительно сделать ставку на частную собственность? Дмитрий утверждает, что это сама только элита при внутренних разборках. То есть общество вообще фактически отодвинуто? Не мотивировано? Нет. Общество может быть и мотивировано. Но, к сожалению, общество в наших условиях вряд ли сможет запустить этот процесс. Я согласен с оценкой Дмитрия о том, что вот, к сожалению, и я сам об этом говорил, да, что у нас и общество-то, да у нас в теме программе относится к предпринимателям, как к журнам. Для меня это было вообще открытием, когда вот пошел просто вал негатива по частной собственности. Да. Это так. А я уже говорил, да, какую мы проблему породили, в том числе вот такой вот приватизацией, которая у нас была проведена. Сначала это чековые ваучерные, потом залоговые аукционы. Оказалось, главное передать частную собственность. Главное быстро сделать. И все, решили, задачку называется. Породили гораздо большую проблему. Но, вот к вопросу, который вы, Юра, задали, к сожалению, да, вот к сожалению, власть в наших условиях, если захочет, может что-то сделать. Но вот к большому, еще к большему сожалению, вряд ли она захочет. Как я уже сказал, проблема-то огромнейшая. И тут по нескольким направлениям надо двигаться. Вот чтобы государство отодвинуть, отодрать, как вы сказали, от бизнеса, проводите не показушную, а реальную, эффективную, административную реформу. Я как-то в гостях у вас называл вот эту цифру, да, по статистике дел о нарушении антимонопольного законодательства. Больше 50% дел в отношении органов власти. Это официальная статистика федеральной антимонопольной службы. У нас главный враг конкуренции, даже по официальной статистике, государство. Ну тогда делайте вы с этим государством. Вот эта вот административная реформа реальная, а не показушная. То есть, с одной стороны, произошла дискредитация рыночной экономики, собственности, приватизации. А с другой стороны, государство само в лице конкретных сейчас бенефициаров, которые управляют, владеют этими бизнесами, не заинтересовано в изменении статуса. Так оно еще больше дискредитирует эту частную собственную. Это финал. Вот как выйти из этой ситуации сразу после краткого выпуска новостей. Почему в России так боятся приватизации и ненавидят частную собственность? Тема сегодняшнего реального времени. Сейчас в Москве 19.32. Здесь у нас в московской студии Финам.фм Игорь Николаев и Дмитрий Потапенко. Ваши письма отправляйте на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Господа, что необходимо сделать, чтобы в России появилась демонополизированная рыночная либеральная экономика? Я просто, Дмитрий, я все-таки настаиваю именно словами «либеральная», несмотря на то, что с этим понятием сделали благодаря, скажем так, части не коллег, а пропагандистов. Пропагандистов, точно так же, как слово-слово-слово-слово-демократия. Или это все, приговор. То есть можно расслабиться и получать наслаждение, если ты, конечно, до кормушки добежал. Ну, безусловно. Значит, Юр, вот я всегда это говорю. Я в последний раз выступал перед пионерами на одном из форумов. Совсем недавно вернулся с него, буквально, что называется, вчера ночью. Делай, что должен делать, и будь как будет. Значит, надо понимать, что та ситуация, которая развивается во власти, о том, что я сказал, что вот эти кланы, они все равно перегрызутся, точка невозврата уже реально пройдена. Бабок не будет на них всех хватать, а они привыкли к очень высокому уровню потребления. И вот даже цепляясь к тому докладу, о котором ты говорил выше, даже там большое количество противоречий. Тут есть момент возраста, потому что возраст наших вождей, в общем, уже близится к пенсионному. Поэтому история России, это всегда история была переворотов. А то, что касается каждого конкретного гражданина, вот я сразу могу сказать, каждый конкретный гражданин должен обязательно работать с властью. Работать в той части, что он должен ей показывать ее место. И я сразу могу сказать, что вот на сегодняшний день, чтобы было четкое понимание, до тех пор, пока каждый гражданин у себя в башке не поменяет, следующий показатель, что вот сейчас у нас есть президент Владимир Владимирович, гражданин Путин. Через некоторое время у нас может встать гражданин Навальный, условный Навальный. Так вот, я вам сразу могу сказать, предупредить всех, вот до тех пор, пока не будет подхода такой, что мне по барабану Путин или Навальный, но я постоянно буду приходить в органы власти и требовать того, чтобы жизнь, например, меня как предпринимателя становилась такой, какой я считаю нужным. Это возможно, если вся или абсолютная большая часть экономики будет частной? Юрочка, это возможно, нет, вот для гражданин, вот ты задал вопрос, что надо делать? Это надо делать вне зависимости, находишься ты в тоталитарном государстве, принадлежащем гражданину Путину или гражданину Навальному. Причем я подчеркиваю, это знаки равенства. Фамилии не имеют значения. Имеет это значение подход гражданина к самому себе, как не к дерьму, а именно как к гражданину. И подход к органам власти, как к менеджерам, неважно, что они сейчас начинают нас строить. Но, прости меня, каждый из нас там обязан это делать. Я это стараюсь делать, условно говоря, когда меня в аэропорту какой-то там, извините, мусор, за не то слово, говорит, а что вы здесь сидите? Я, извините, несмотря на то, что я могу опаздывать на самолет. Я вот был последнего тема в Волгограде. Я говорю, во-первых, я гражданин Российской Федерации. Представьтесь, говорит, а что вы это, молодой человек, вам помочь пройти? Я говорю, помогите. Я говорю, вызовитесь старшего. Хорошо, у меня там не только морда, но у меня, я знаю законы. Да, я потратил 40 минут, но я человеку, сержанту в этом аэропорту, извините, я ему объяснил законы Российской Федерации. До тех пор, пока каждый гражданин не будет тратить время на устройство государства российского, государство российское строиться не будет. Я за. Игорь, на ваш взгляд, это можно свести в одной точке? То есть, каждый гражданин защищает свои права, маленькие, небольшие, большие, да. И вот то, о чем мы начали наш разговор, с масштабной приватизацией, то есть, с избавления государства несвойственных ему функций. Юрочка, я только дополню. Вот, ключевое, это начать в себе изживать раба, вот изначально что-то делать. Я думаю, никто не против этого. Да, да, это Игорь Николаевич. Да, против это трудно возражать, да, я не буду возражать, но так как я раньше уже сказал, что вообще-то власти должны тут делать, да, если административная реформа. То есть, я, наверное, не соглашусь с тем, что все зависит от нас, вот давайте вот сами и таким вот... Нет, есть и ответственность властей. Значит, по меньшей мере я бы выделил три вещи, да. Я об одной уже сказал. Не профанация, а тогда реальная, эффективная административная реформа. И, кстати, это потребует еще и соответствующих политических преобразований. Вторая вещь. У нас, как известно, есть программа приватизации. Даже, оказывается, остались еще какие-то куски собственности. Ребята, сделайте так, чтобы уж по этой приватизации, по этому этапу не было никаких вопросов, чтобы все было кристально чисто, прозрачно. И все могли бы сказать, ну да, все, все, все по честному. Но для этого, как вы сказали, необходима административная реформа. Да. Одно не может происходить без другого. Еще одно. Об отношении к той крупной собственности, которая уже у нас имеет собственников, да, которая появилась в результате тех первых двух этапов. Я не разделяю точку зрения, что можно вот так вот, знаете, откупиться, опыт Великобритании, по налогу, как это, на доходы, принесенные ветром. Вот и у нас можно так. По целому ряду причин, на мой взгляд, это уже, ну, не проходит. К сожалению, но не проходит сейчас. Но, тем не менее, какая-то форма легитимизации вот этих прав, она должна быть. Тем более, что наши крупнейшие олигархи признаются... А я против того, что пересматривали приватизацию. Я тоже против. Все, эта тема закрыта, не надо ее поднимать. Я против и против категорички. Как я сказал, даже вот этот международный опыт не проходит. Но можно уже сделать в какой-то другой форме. Вы, если даже говорить, вы признаете несправедливость этой собственности, как известно, Потанин, к примеру, высказывался на эту тему. Но не надо создавать такие частные благотворительные фондики. Вы сделаете что-то значимое в масштабах государства. Возьмите государственную проблему, да, вот скиньтесь и решите проблему. У нас таких проблем предостаточно. Пример. Жилищную проблему решите для граждан страны. К примеру, ну можно еще там, знаете, привести. Вариации могут быть разные, да? Конечно, конечно. Вот по трем направлениям хотя бы, и мы начнем менять отношение к собственности. Не изменив отношение к собственности, оставаясь при мнении, что частная собственность это плохо, это зло. Но мы никогда не станем развитой. Абсолютно. То есть вот если это оставлять как есть... Юра, оно надо. Мы вот там вот, где там... Юрочка, ну еще раз. Очень далеко и низко. Вот основной вопрос только в этом. Кому это надо, быть развитой? То есть обществу это не надо? Обществу это не надо. Чиновникам это не надо. Не надо. Это никому не надо. И бизнесу не надо. Подожди. Это вот... Я не бизнес. Я чему последнее? Прости меня, Юр. Вот так я прекрасно понимаю свой номер 16 при всех своих там, как говорим, в кавычках, богатствах. Понимаешь, я прекрасно знаю, что надо, имея правильную фамилию, будучи там, например, сыном... Кого-нибудь. Кого-нибудь, управлять там тремя миллиардами долларов. Все. Я для того, чтобы заработать, чтобы наша компания... Ну, значит, общество надо мотивировать, значит, общество надо просвещать, значит, обществу это надо, простите, внушать. Юра, кто это будет? Когда я вижу... Для этого есть первый канал ТВ, обществу внушается, все конкретно, что ты... Юра, вот машина, она запущена. Машина не просто так, есть машина пропаганды, и идеологии никто не поменял. Хорошо, подождите. По-моему, я вот сейчас как-то у меня мысль посетила принципиально важную. А давайте пойдем от обратного. Давайте действительно легитимируем все активы, которыми они сейчас управляют. Давайте им продадим. Кому? Им же. Продадим. Мне не важно, как это будет называться. Байкал как там, инвестфонд или как... Байкал финанс. Байкал финанс, группа там и так далее. Вот хоть рога и копыта, да? Так и что? Кипрский или офшор, или американский или компания, и латвийский и так далее. Уже все сейчас сделано. Это мотивация. Кому продавать-то, Юр? Еще раз говорю. По меньшей мере, государство получит финансовые ресурсы. Причем гигантские финансовые ресурсы. Государство — это те люди, о которых ты говоришь. Не существует слово государство. Есть конкретные персонажи. На мой взгляд, вот чиновники, они очень даже скромничают. Они могут сейчас официально написать на всех заведениях, что называется, государственной власти. Да, мы охерели, ну и что? И ничего ты это не сделаешь. И то, что они там, они все, что делается, вот эта показуха, там, кого-то отстранили, это всего лишь в рамках грызни мелких кланов. А основное они могут абсолютно официально это просто написать. Да, мы охерели, и что вы сделаете, милые? На площадь выйти, ну и сейчас мы ОМОН вам пригоним. Что вы сделаете-то? Вы приходите раз в шесть лет, там, бумажку опустили, все, все свободны. Даже не приходите со своими бумажками, идите в сад. Игорь, общество настолько бескребетно, вы согласны с господином Потапенко? Ну, я, наверное, может быть, идеалист, а может быть, я просто очень хочу этого. Я не считаю, что уж настолько общество бескребетно. Я просто уверен, и будущее России покажет. Я надеюсь, мы все доживем до этого будущего. Хорошо бы. Ну, что, Дмитрий, не вздыхайте так тяжело. Давайте все-таки надеемся на Лауши, что не бескребетные. Ну, не бескребетные. А потом, ну, наш народ вообще много раз показывал в своей истории, что он не бескребетный. Его зачастую считают быдлом, неправильно считают. Не-не-не, народ не быдло, спокойно. Ну, упаси Господь, народ не быдло, оно просто работает на этих же чиновников. Вот 60-70 процентов, поймите правильно? Ну, слушайте, ну, подождите, я больше чем уверен, что львиные доли из них, чиновников а-ля бизнесменов, да, тоже устали вот от своего состояния полуманка, полумнепонятно чего, да? Устали. Они, безусловно, хотят вот это все получить на законных основаниях окончательно. Юрочка, они хотят... Это, кстати, как мне представляется, одна из главных тем для Владимира Путина в его... Юрочка, они хотят любви. Так надо это сделать. Юрочка, они хотят любви. Других писателей не будет. Не будет. Отдайте этим писателям эти бизнесы. Назначим царей. Продайте, да, то есть не отдайте, конечно, продайте. И все. И государство дальше уже, как регулятор, регулирует эти все процессы. Юрочка, кто такое государство? Вот еще раз говорю, вот есть конкретные бенефицировки, вот все... В конце концов, хочешь заниматься бизнесом, занимайся бизнесом. Хочешь служить народу, занимайся этим делом. Он не собирается служить народу. Но откажись от этого. Юр, он не служит. Но вот не те же глупости, которые сейчас пытаются прописать по тем же зарубежным активам, да? Я и Луговому говорил, и другим этим господам, которые предлагают вот этот бредовый закон, да? Я их спрашивал, вы понимаете, что такое слепой траст? Ну, Юрочка, ну о чем ты говоришь? Я думаю, не представляю. Они не представляют? К сожалению. Это не важно. Я говорю, зачем вы тогда пишете эти законы? Кому вы их пишете? А для них это нормальная обычная ситуация. Профессион де фуа. Они должны что-то делать. Иначе, если они не будут демонстрировать, что они написали 10... Вот у них же отчетность какая. Мы вынесли в Госдуму такое-то количество бумажек. Соответственно, когда ты к нему как избиратель приходишь и смотришь, например, на их заработную плату, неважно, какой партии они принадлежат, мишек там, еще каких-нибудь голубых, зеленых, розовых, он тебе говорит, я написал столько-то, а вот мне лобби какое-нибудь. Кто такой лобби? Хотелось бы посмотреть на этого парня, потому что чувствуется крутой парень. Лобби-то его фамилия. Вот. А мне лобби там какое-то это не позволил. Ну, я за вас, за народ бился. Вот смотрите, сейчас мы будем уходить на новости, но я зачитаю несколько таких писем. Олег пишет. Приватизация вообще, да еще в начале кризиса, может быть, в его разгаре, в особенности, это полное самоубийство для страны. Практика уже показала, что бизнес выводит полностью оставшиеся предприятия и бросит их. Пусть бизнес создает свое дело с нуля. Пока только в этом возможности развития России. Олег и вот те люди, которые придерживаются такого мнения. То есть вы сейчас проголосовали за то, чтобы чиновники пилили и разворовывали те активы, которые сейчас находятся в собственности государства. Понимаете? То есть вы с этим согласились. Все. Претензий никому не должно быть. Вообще. Вот как они там решат, так оно и будет. Вот я обращаю внимание тех, кто пишет мне подобные письма. Николай Исхимов пишет, что приватизация со свободным перемещением капиталов – это не преступление. Нет! Это не преступление. Закройте сейчас границы. Вообще вот понимаете, о чем идет речь? Вы куда страну опять хотите вернуть? Вот понимаете, вот эти категории у меня действительно уже в последнее время не столько претензий к власти, да? Конечно. Хотя там в ВОСа маленькая тележка претензий, да? Ну и к нашему с вами мироощущению. То есть все, кто против приватизации, все, кто против частной собственности, я сейчас утрирую. Вы за то, чтобы государство было частной собственностью бюрократии. Точка. Продолжим после новостей. 19.48. Это реальное время. Финам. Финам. Здесь Игорь Николаев и Дмитрий Потапенко. Почему в России так боятся приватизации и ненавидят частную собственность? Тема нашего разговора. Значит, звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. финам.фм портал в интернете, там и прямая веб-трансляция. Значит, вот смотрите. Сейчас мы с вами будем идти в очень таком жестком режиме, да, лаконично. Я буду зачитывать некоторые тезисы, выводить звонки. Всех прошу и гостей, и слушателей. Сейчас в очень лаконичном режиме отработать эту четверть. Значит, Владимир мне пишет в твиттере, Юрий, такой приватизации вы доведете нас до социалистической революции. Это вот одно обвинение в мой адрес. Юрий, вы не видите, Олег уже пишет, Олег пишет следующее. Юрий, вы видите, вы, видимо, не правы, вам лучше, чтобы чиновники пилили экономику, а не чиновники пилили экономику, а так называемые бизнесмены гробили ее. Вот теперь Владимиру, Олегу и всем, кто держится за такое понятие, как государственная собственность. Да, для меня принципиально важно, что это поднадлежит частному бизнесу. Дальше мы с вами расходимся в принципиальном моменте. Я говорю о государстве правовом, а вы говорите, уважаемые слушатели, о государстве, которое управляет, в том числе нами с вами, по понятиям. Вот здесь мы с вами кардинально расходимся. Государство — это регулятор, точка, это не хозяйствующий субъект. Либо так оно и будет продолжаться. Вот здесь мы кардинально с вами расходимся. Да, по мне лучше всего, лучше всего именно частный бизнес. Юрочка, потому что ты... Тобо мне что ни говори. Юр, ты просто исходишь из идеи конкуренции, которая, в общем, во всех странах мира и во всех экономиках доказала свою эффективность. Наши радиослушатели исходят из следующего, что вот будет некий бизнесмен, ничем не отличающийся от чиновника, который будет вести себя точно так же, как чиновник. Вот в чем разница в подходах? Подход, в общем, простой. Дело в том, что наши граждане, они никогда не видели конкуренции. Они даже не понимают, что единственное, что создает вообще все экономики мира, это конкуренция. Потому что, я как всегда говорю, точно так же, кстати, и, между прочим, политику. Политики не существует. Существует конкуренция финансово-промышленных групп. Та же Америка, это, по сути дела, конкуренция двух финансово-промышленных групп. Да, и пока в России не будет собственников. Крупных, маленьких, средненьких и так далее. Вот это нынешнее статус-кво будет сохраниться. Вот когда мы посмотрели на эти пять кланов, которые ты вот в докладе, о котором ты сильно много говорил, они потенциально могут вылиться в конкуренцию. Точно так же, как на самом деле в 90-е у нас был шанс перейти к этой конкуренции, когда была семибанкирщина, так называемая. И когда, то есть, если бы прошел некий этап, они бы начали грызться между собой, теоретически мы могли бы попасть в волну реальной демократии, в волну реальной конкуренции. Но мы прекрасно знаем, что произошло в 90-е. Пришли, что называется, ребята в золотых погонах и сказали, приняли решение. Пусть приходят, пусть покупают. Покупают на открытых аукционах. Нет, они должны прийти. Вот мы опять расходимся. Я говорю о правовом государстве. Дмитрий, вы говорите о государстве, которое вы еще лучше меня знаете. Они должны прийти без погон с реальными деньгами. Тогда welcome. Тогда это будет разумно. Игорь, ваше мнение. Я считаю, что вы слишком строги к нашим радиослушателям. Но это не их вина. Это их беда, если хотите. Но действительно, мы говорили о причинах. Почему такое отношение? Поэтому вот такая реальность. Обвинять их в том, что вы что, не понимаете, что частная собственность лучше? Я не знаю, насколько это продуктивно. Но возможно доказывать как-то. Ну, простейшими такими приемами. Ну, давайте посмотрим. Вот цивилизованная, цивилизованная, частная собственность. Где в других странах, где доля государства несоизмерима. Реальная доля государства по сравнению с нами. Смотрите. Где военные заказы выполняют частные компании и корпорации. Да практически все выполняют частные корпорации. Да уже заказы, мы знаем, НАСА как начинает уже работать, да? И они, мы видим, мы со своей государственным подходом, государственной собственностью в том же космосе, уж коли я затронул это, совсем скатились ниже некуда. А там марсоход ходит, пожалуйста, двигаются. Ну, марсоход, это же там, вот у нас дорога, например, до Адлера, она в три раза дороже этой экспедиции на Марс. А вот это марсоход, да. Да, господи, что ж тут попилишь-то с этими проектами. Нет, не серьезно, это как-то аполитично рассуждается, аполитично. Да, наверное. Да, аполитично. Поэтому работать надо с людьми. Вот мы, мы и пытаемся высказать свое мнение. Но я вижу, что мы наталкиваемся просто, понимаете? Это реальность, Юрий. Это, к сожалению, такая реальность. Я об этом уже дважды говорил. Это то, что породили, мы вот тем не будем повторяться. Но, понимаете, вот опять, как говорит господин Потапенко, не ночепомянутая Грузия, да, значит. Или Эстония. Значит, вот даже там, при, в общем-то, гигантской политической воле конкретного человека, господина Саакашвили, да, и тех людей, кто с ним работал в период этой масштабной приватизации, да, они натолкнулись на очень гигантское противодействие, когда речь только зашла о приватизации здравоохранения. Нет, безусловно. То есть люди вообще в осадок выпали, да. Я просто общался с Кахо Бендукидзе, да, то есть, в общем-то, отцом вот грузинских реформ, да. И он мне сказал, да, мы не смогли переломить. То есть в части экономики, там, конкретных предприятий, активов производственных, это все произошло. А, значит, железную дорогу не смогли приватизировать. И когда только слово произнесли по поводу здравоохранения, люди сказали, как? Как здравоохранение будет частным? Да, господа, здравоохранение может быть эффективным частным бизнесом. Все может быть эффективным, любой бизнес. Но у нас в осадок все уходят и начинают говорить, что... Ну, еще раз говорю, Юр, ты исходишь совершенно не из разных предпосылок. У нас сегодня, то есть, в чем разница между нами и бывшими странами СССР? Дело все в том, что у нас сейчас правят полковники. И кто будет завтра олигархом, вот яркий пример, это пацан, подойди сюда, здесь распишись, ручку не забудь вернуть и пошел нахер. Вот, вот что было продемонстрировано. Когда потом следующий эпизод такой, картиночный. А где у нас этот товарищ? А где у нас... Так, а почему у нас не выехали туда врачи следственного комитета? И потом у этой компании капитализация на международных рынках падает на 40%, ну, там, на 30 с чем-то процентов. Простите. Но она потом отросла. Это не важно, Юра. После докторов, да. Но факт остается фактом. Это как? То есть ты осознанно просаживаешь компанию своей страны, ты ее просто ставишь на колени. Ну, хорошо, у нас нет правового государства. У нас понятильная. У нас воровская, значит, там, вот, чиновничьи братья, да? Что, вот так все оставлять? Юрочка, к воле и судеб ты и я, вот Игорь делает свои какие-то небольшие шаги. Игорь Николаев. Вот эти сценки, и мной упомянутые, и Дмитрий, они говорят о том, что, к сожалению, в чем еще проблема? У нас сейчас власть формирует это отношение негативное во многом к частному бизнесу. Знаете, так, это делается так паспудно. Вот эти сценки о чем говорят? Вот они, да, вот они олигархи. А государство вам поможет. То есть мы, ну не мы, власти продолжают укреплять негативное отношение к частной собственности и укреплять веру людей в то, что только государство вас поможет. Да эти государственные чиновники, они на самом деле по существу негосударственные люди уже. Вот Дмитрий об этом сегодня очень много говорил. Но формируется именно такое мнение. Ну вот пока так будет, а нынешняя власть именно так и действует, у нас такое отношение к частной собственности сохранится, негативное отношение. Ну тут мне все вспоминают, да. Ну, вы понимаете, я остаюсь при своей позиции, кто бы мне что ни писал, кто бы мне что ни говорил. Значит, вот все, кто против частной собственности, все, кто против приватизации, вы не имеете права предъявлять претензии этому государству. Все. Это точка. Потому что вы соглашаетесь, вы даете добро на то, чтобы эти господа управляли. Юра, ну тут только надо разделить. Вне правового поля. Надо разделить только приватизацию и все-таки частную собственность. То есть каждый гражданин, я считаю, вот, ну это мое мнение, оно, естественно, глубоко ошибочно, как всегда. Значит, каждый гражданин должен настаивать и отстаивать права частной собственности, потому что это его безопасность. А здесь мы упираемся опять в административную реформу, независимость суда и всего. Юра, независимость от того, есть административная реформа, есть независимость суда. Вот гражданин должен, вот это ты спрашиваешь все время, что должен делать гражданин. Вот гражданин должен исходить из следующего, что вот есть моя частная собственность, и если происходят какие-то процессы, которые нам показывают, неважно, по ТВ, по там, по радио, ну в основном, конечно, по ТВ, по первому главному каналу, там, с отчуждением частной собственности у какого-то гражданина, вот у каждого гражданина, неважно, там вот, у него должно вскипать, и он должен говорить, так, минуточку, я не понял, почему вы... Согласен, посмотрите на наши, я сейчас совсем малого зайду на эту тематику, ведь абсолютное большинство являются собственниками, вот этих шести соток, да? Гигантская страна, у нас шесть соток, все в порядке, чистенько, аккуратненько, все как надо, ведется хозяйство, да? То же самое надо распространить и на крупные куски экономики. Юр, надо начать, к сожалению... Собственник — это порядок. Юр, надо начинать с другой базы, вот каждый, вот ты говоришь, ты сильно широко шагаешь, штаны порвем, значит, надо начать с того, что гражданин, приведя в порядок свои шесть соток, должен начать уважать то, что делает сосед на своих шести соток. Вот до тех пор, пока не будет уважать... А с этим проблема? А это колоссальная проблема, потому что мы считаем, что вот я царь, а вот другого мнения не существует. Есть такое, знаешь, еще, есть же еще противное слово, которое тоже перепачкали в Гуана, есть толерантность. У нас, прости, наличие иного мнения, так это практически пристрели, там, вспомните, разборки с этими девочками какими-то. У нас страна попилилась. Одни делают там православные патрули, так я сразу предложил, давайте сделаем хасидские патрули и стравим их, и глянем, кто выиграет. А потом сделаем еще мусульманские патрули. Сейчас как раз будет мусульманский праздник, и у нас как-то сильно очень все забыли, как что происходит на Олимпийском проспекте так, и посмотрели. Значит, все так и останется, да, Игорь? Все как есть. Нет мотивации общества, нет мотивации государства, нет ни у кого мотивации. Остаемся при своих. Мотивация пока явно недостаточная. Об этом мне уже приходилось говорить. Значит ли это, что так все и останется? Я верю, что нет. Спасибо, господа. К сожалению, наше время вышло. Игорь Николаев, Дмитрий Потапенко. Реальное время. Финамо.